привет меня зовут антон деркач и сегодня мы будем учиться критиковать для начала следует отметить что никто не любит когда его критикуют поэтому если вы хотите кому-то выразить ваше недовольство будьте готовы что то содержание которое вы вкладываете свое выражение недовольство скорее всего не достигнет сознания того человека который вы критикуете дело в том что как только вы начинаете критиковать в сознании слушающего вас человека возникает своего рода блок и он перестает вас слушать он слышит что вы недовольны чем-то но конкретно что вы пытаетесь до него донести он уже не услышит и не поймет следующий момент это реакция на критику в 99 и 9 десятых процентов случаев критика вызывает желание сражаться желание отстаивать свою правоту желание доказать что не вы правы а другой человеку от которого критикуете прав то есть это очевидно и заранее прогнозируемый результат критики так каким же образом можно донести до другого человека что вы чем-то недовольны хотите чтобы это было исправлено например если вы начальник как вы можете сказать своему подчиненному что ему следует делать иначе если вы в открытую начнете критиковать человека то он вряд ли вас услышит он обидится он начнет с вами препираться доказывает свою правоту и все и все ваши усилия пойдут на смарку но есть специальная техника специальная методика специальный принцип пользуясь которым вы сможете донести информацию души и слушателя и добиться изменений поведения человека как это делается этот принцип называется принцип бутерброда для начала следует понять что критика должна быть помещена между двумя а слоями похвалы это очень важный психологический момент то есть получается своего рода бутерброд сначала мы хвалим потом мы говорим содержание критики затем мы снова хвалим только в этом случае критика начинает восприниматься человеком и он довольно таки охотно исправляет то на что мы ему указали то есть нужно сказать что я очень рад что ты выполняешь хорошо свою работу я знаю что ты выполняешь работу практически безупречно это похвала дальше мы говорим однако так то сяк то и дрозе так то и в конце мы говорим еще что-нибудь хорошее какой-нибудь комплимент по хвалу и это все защищает нашу беседу от всего того негатива который мог бы быть если мы просто сходу не пропускали что вот это сделал неправильно и что это такое но переделай быстро вот также примечательный момент что критику стоит подавать не в форме что ты что-то делаешь неправильно и переделай это а гораздо эффективнее будет если вы скажете что это можно сделать лучше и это можно сделать лучше вот таким вот образом тогда эта критика может восприниматься вообще никак критика как добрый совет в этом видео вы узнали каким образом можно донести до человека то чем вы недовольны и добиться того чтобы это было исправлено если вы будете пользоваться принципом бутерброда гораздо чаще люди вас будут слышать и будут действовать согласно тому что вы им говорите с вами был антон деркач спасибо за внимание если видео понравилось ставим лайк подписывайтесь на канал до встречи в новых видео пока до встречи в новых видео пока